Дачники Уральска страдают от бездорожья. Отсутствие дорог доставляет значительные трудности для местного населения, особенно в осенне-весенний период. От непроходимой грязи страдают не только взрослые, но и дети. Дорога до учебы или работы превращается в настоящую полосу препятствий. К тому же водители общественного транспорта, скорой помощи и такси отказываются проезжать по бездорожью. Жители дачного массива уже обращались к властям с просьбой о помощи, но решение так и не последовало. Жители дачного массива в районе остановки «Вторая дачная» ежегодно сталкиваются с проблемой бездорожья. В период дождей и таяния снега грязи слякоть практически парализуют передвижение местного населения. Общественный транспорт, такси и машины экстренных служб проехать здесь не могут. Поэтому взрослые и дети вынуждены проходить пешком по несколько километров до ближайшей остановки. Рейсовый автобус здесь проезжает только в летний период. И то летом, когда дождь, он отказывается сюда ехать. Бьется ходовка, водители отказываются ехать. Такси я уже вообще молчу. Естественно, никто не хочет свою машину бить. Но сейчас мы собрались из-за детей. На коммунальнике останавливается автобус, сейчас разворачивается и едет назад. Некоторые дети идут 3-4 километра пешком. Не всех родителей есть возможность встретить и проводить ребенка. То есть утром по такой темноте ребенок идет один, вечером вот по такой грязи и по лужам ребенок тоже идет один. Дети, внуки приезжают. Я, честно говоря, боюсь, что по такой дороге мои бы дети приехали. Вот сегодня получилось так, что автобус школьный не проехал. Он доехал вот сюда до коммунальника и дети, вот такие вот маленькие детишки, они шли 3 километра до урожайного пешком. Тем более, сами видели грязь. При этом жители самостоятельно пытаются улучшить ситуацию с дорогами, рассыпая на проезжую часть строительный мусор. Но это почти не помогает. Беспокоясь о безопасности школьников, образовательные учреждения решили подключиться к решению проблемы. Мы не ехали на урожайное. Мы не могли забрать детей с урожайного. Почему? Потому что у нас до коммунальника только доехал автобус, дальше не доехал. И пришлось вот с родителями, совместно с родителями, мы нашли хотя бы для того, чтобы закрыть вот немножечко вот эти колеи, мы привезли кирпичи для того, чтобы родители, попросили родителей, чтобы они вышли, чтобы нам помогли немножко привести в порядок хотя бы дорогу. Аналогичную картину можно наблюдать практически во всех дачных массивах Уральска. Представители общества, садоводов, огородников намерены решить проблему. Для этого они требуют у полномоченных органов предоставить документы о балансе содержателя, так как неясно, к какому учреждению относится подъездная дорога к дачам. Проблема стоит в том, что, не зная баланса содержателя, мы не можем обязать данного собственника привезти данную непосредственно подъездную дорогу в надлежащий вид, по которой возможно было ездить жителям, дачникам. По данной теме Акимат отказался предоставить ответ, а вопрос о строительстве дорог в дачных массивах остается открытым.